А часто есть и демократия? Администрация президента, и правительство, и парламент, и конституционный суд. Своего рода захваченное государство, но с другой точки зрения. Игорь Дадон подчеркнул, что протестов не будет, уточнив, что люди устали от постоянного протестного движения. При этом лидер социалистов предупредил, что по СРМ будет хорошо подготовленная оппозиция, которая будет бороться с несправедливостью власти. Мы будем в оппозиции, мы будем хорошо подготовленной, профессиональной и ответственной оппозиции. И будем очень внимательно следить за тем, чтобы власть исполняла свои предвыборные обещания. И с пенсиями, и с зарплатами, и за всем остальным. Мои коллеги уже готовят соответствующие законодательные инициативы. Мы с утра провели заседание нашего центрального штаба. Все законопроекты подготовлены, мы будем настаивать на их принятии. Это проекты, которые связаны как с обещаниями Майи Санду, которые были даны ею в предвыборной кампании, и им люди поверили, так и с обещаниями, которые давали людям мы. Находясь в оппозиции, социалисты намерены стоять на страже суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, отметил Дадон, добавив, что об унионистских симпатиях ПДС известно всем. В связи с этим лидер социалистов подчеркнул, что для страны сейчас будет важно, какую позицию займет новая власть в отношении России, и будет ли новое руководство Молдовы исполнять заказ Запада. Все будет зависеть от того, какова будет все-таки позиция окончательная после выборов нынешнего руководства Молдовы. Если это будет позиция внешних игроков, и если Молдова попытается присоединиться к санкциям против России, так как от нее, скорее всего, потребуют западные кураторы, это будет очень плохо и для Молдовы, и для граждан. Но это приведет быстрее к концу этой власти. Мы все понимаем, что этот результат, который был получен сейчас, это в том числе благодаря вмешательству западных послов в избирательный процесс. Подводя итог, Игорь Дадон призвал депутатов от партии «Действия и солидарность» скорее завершить все бюрократические процедуры, созвать заседание нового парламента, проголосовать за правительство и начать, наконец, работать.